Только в международном технопарке IT-стартапов Астана Хаб уже зарегистрировал 70 компаний с иностранными учредителями. Как сообщил министр цифрового развития Казахстана Богдан Мусин, еще с несколькими сотнями фирм из ближнего зарубежья, прежде всего из России и Беларуси, ведутся переговоры. Отдельную программу по релокации бизнесов из России подготовила Армения. Местное министерство экономики даже опубликовало специальное руководство для российских предпринимателей. Там разъясняется практически все, что нужно знать при переезде. От регистрации фирмы до аренды квартиры и провоза домашних животных через границу. А еще армянская сторона даже создала рабочую группу, чтобы отвечать на вопросы заинтересованных в переезде предпринимателей. Точных данных о том, сколько человек уехали из России за последние полтора месяца, нет. Однако Телеграм полон чатами, где люди обсуждают релокацию. Кто-то уезжал сам, других срочно увозили компаний. Среди них есть и те, кто увозил и себя, и бизнесы. В большинстве случаев россияне уезжают в страны бывшего СНГ. Это Армения, Грузия, Казахстан. Еще популярна Турция. Кто-то останавливает выборы на Объединенных Арабских Эмиратах. Но в Дубае за уровни цен уезжают прежде всего звезды шоу-бизнеса и блогеры-миллионники. Например, Оксана Самойлова или Саша Митрохина. Европейские страны не в лидерах из-за проблем с получением виз и последующих видов нажительства и открытием счетов. Прежде всего уезжают IT-бизнесы. Кто-то не чувствует себя в безопасности. Кто-то хочет более предсказуемого рынка и стабильной валюты. Часто фаундеры не бросают свой бизнес в России, а стремятся использовать сложившуюся ситуацию как возможность попробовать другие рынки. Например, в Тбилиси российские IT-предприниматели даже организовали несколько конференций для обмена опытом и нетворкинга. Грузия выбирает из-за того, что россияне могут там находиться практически весь год. Там тепло и до недавнего времени было относительно дешево по сравнению с Москвой. Сейчас же заслабление рубля и скачка цен, так сказать, уже невозможно. К тому же россиян возникают проблемы с открытием счетов и поиском жилья. Слишком много новых людей приехало в страну. А Ириван и вовсе теперь называют новой кремниевой долиной для российских атишников. Еще с 2015 года в Армении действует режим налоговых льгот для стартапов. К тому же улететь в Армению можно прямыми рейсами и по внутреннему российскому паспорту. Но уезжают, разумеется, не только IT-компании. Ни технологическим бизнесом сложнее, когда есть привязка к определенному рынку или языку. Но не значит, что невозможно. Так, например, основатель и президент интеллектуального клуба «60 секунд» Леонид Эдлин сейчас как раз открывает бизнес в Ириване. Но его проекты в России продолжают работать. Выбрали Ириван по двум причинам. Первая – это русскоязычное население. 90%, наверное, жителей Иривана прекрасно говорит по-русски. Наш бизнес, он направлен на русскоязычных. Переезжать в страну, где их мало, нам было бы не очень правильно. Потому что там не с кем было бы работать. А во-вторых, нас привлекла информация о том, что в Армении очень просто открывать юридические лица, просто вести бизнес, небольшие налоги, невысокие цены. Вот это все в сумме привело к тому, что мы сделали такой выбор. При этом Леонид рассказывает, что на его собственном опыте оказалось, что открыть юридическое лицо и счет в банке в Армении действительно просто. Но есть нюансы. Я почитал нужную информацию, сразу выбрал нужный банк. В нем сразу мне согласились открыть карту, и никаких проблем теперь с местными платежами у меня не возникает. И с переводом денег рублевых, драмовой деньги тоже никаких проблем не возникает. Что касается и отношений местных жителей, и открытия ИП, и всех прочих бизнес-вопросов, пока тоже проблем не встречаю, за исключением, ну, каких-то, может быть, разницы менталитета и скорости действий, с которой я привык в Москве и который встретил здесь. В Ереван уезжают не только, собственно, российские компании. Американский разработчик видеокарт NVIDIA собирается там открыть офис и построить исследовательский центр для сотен IT-специалистов. В России компания приостановила свою деятельность в начале марта. Однако пока ничего не известно о приостановке работы их московского офиса. В Латвии еще недавно с радостью ждала российские стартапы у себя. Да и, в принципе, получить вид на жительство во всех трех балтийских странах было достаточно несложно. ВНЖ отдавался, например, в обмен на инвестиции или за покупку недвижимости. Но в начале апреля латвийский сейм запретил так получать в ВНЖ россиянам и белорусам. Кроме того, граждане России и Беларуси в следующие полтора года не смогут получить и первичный вид на жительство. Предусмотрен, правда, целый ряд исключений. Если до апреля только что с зарегистрированным стартапом можно было получить визы не только для фаундеров, но и сразу запрашивать рабочие визы для перевоза ключевых сотрудников, да и вообще все процедуры в Латвии можно было пройти за месяц, то теперь все изменилось, объясняет венчурный инвестор из Риги Константин Синюшин. Все, кто до вступления по праву в силу успел подать заявление на ту же стартап-визу или на рабочую визу, им продолжают их выдавать. Но, к сожалению, конечно, все-таки для того, чтобы перевести целиком команду, это не то, что, так сказать, уехать там двум-трем людям. Здесь очень хорошо все отлажено, очень хорошо все работает, просто как бы есть эффект пиковой нагрузки на государственный, так сказать, департамент миграции, который не справляется, поэтому в основном успели приехать те люди, которые, в принципе, это изначально планировали, еще как бы до войны. Однако Синюшин рассказывает, что Латвии в целом было бы выгодно, если российские компании приносили свои бизнесы в страну. Именно в этом сейчас и надо убеждать местное общество и власть. Здесь меньше всего люди размышляют на тему, так сказать, кого жалко или кого не жалко, потому что у них есть совершенно резонное возражение на все эти аргументы. Говорят, ну, конечно, нам, как бы, там, условно, русских программистов жалко, но украинских нам более жалко, потому что они, как бы, подбомбами. Против этого, на самом деле, сложно что-то возразить. Поэтому мы, в целом, здесь, ну, какую-то коммуникацию с местным обществом стараемся выстраивать вокруг тезис, так сказать, интересов национальной экономики. Ну, то есть, условно говоря, нужны стране залповое, так сказать, развитие информационных технологий или не нужны. Ну, если не нужны, то окей. Значит, давайте никому не будем морочить голову, как бы, и люди поедут куда-то спокойно в другое место, не будут, так сказать, ударом тратить время на объяснение, что они хотят приехать сюда. А если они нужны, то давайте их будем как-то проверять, давайте как-то, так сказать, более селективно опишем, так сказать, кого мы считаем вот этими самыми талантами. Вот. Ну, давайте все-таки после проверки и вот этой селекции вот тех самых селектированных талантов продолжим пускать. То есть, в основном, вот мы такую коммуникацию пытаемся выстроить. В соседние Литвы не смогут теперь уехать даже российские представительства международных компаний, включая эти секторы. Вильнюс приостановил для них выдачу новых посреднических документов. Еще одним не самым очевидным, а потому пока что не самым популярным направлением для релокации становятся Балканы. Сербия, Черногория или Словения. Сербия привлекает россиян тем, что ненужные визы, несложно открыть счет в банке и лояльным отношениям местных к России. Среди тех, кто недавно перебрался в Белград, игроки киберспортивной команды Team Spirit. Именно она в октябре прошлого года выиграла чемпионат мира по Dota 2. В конце марта команда опубликовала в своем твиттере заявление, что она в полном составе переезжает в Сербию и открывает там офис. А вот международный стартап «Единорог мира», основан 11 лет назад в Ферми, и вовсе ушел из России. Компания закрыла свой пермский офис и прекратила новые продажи российским и белорусским клиентам. Еще в конце февраля некоторые российские сотрудники уехали в Амстердам, сообщал коммерсант. А уже в середине марта мира заявила, что у нее не осталось сотрудников России.